Подделки антикварных монет регулярно появляются на рынке. Уверен многим зрителям неоднократно предлагали приобрести на стоянках супермаркетов или на вокзалах несколько серебряных монет. Сейчас пик обмана уже пройден, а раньше стабильно 2-3 раза в день обращались счастливые обладатели кружочков металлолома с историями про дедушку-бабушку, оставивших наследство, или о находке при сносе старого дома. Должна весить 8,6 грамма, весит 6,6. Цвет золота, вот видите, пупсик стоит. Вот он золотой, а вот это вот рандолевая. Ну это то же самое, если потрете, то под этим слоем будет желтый металл. Поэтому это не монеты, а металлолом. Бывает? Ясно. Спасибо за информацию. Уходили же абсолютно разочарованные в своей глупости и иногда очарованные нашим профессионализмом. Запомнилась история, когда к нам в магазин пришла взрослая дама и с важным видом положила передо мной на стол очередную фуфломонету со словами «И сколько можете за это предложить?» Я отвечаю, в том же тоне мы покупаем антиквариат, а предложенный вами предмет не представляет никакой ценности. Дама возмутилась, как вы даже не посмотрели монету и заявляете, что она не настоящая. Я ей отвечаю, что серебро цветом отличается от остальных цветных металлов, а на вашей монете матовое покрытие из неизвестного сплава. К тому же оно потерлось и под покрытием видно еще и другой металл. Тогда посетительница со словами «А эти тоже?» извлекает из редикюля пакет с тряпкой, в которую завернуто еще три десятка подделок. Не успел я закончить фразу «И эти тоже фуфло?» Дама свалилась со стула в обморок. И, к счастью, у нас в аптечке был нашатырь, когда женщина вернулась в сознание, рассказала, что работает директором продуктового магазина в станице рядом с Краснодаром. В магазин пришли двое мужчин в рабочей одежде и сказали, что, копая траншею, нашли монеты. Сами не местные и очень нужны деньги, чтобы уехать. Продавец в магазине, невестка героини, сориентировалась очень быстро и в интернете нашла цены на подобные монеты. Самая дешевая – 30 тысяч, а самая дорогая – 60 тысяч рублей. Стороны сошлись на цене 50 тысяч рублей за все. Что было дальше, вы уже знаете. Существует два основных способа мошенничества при продаже поддельных монет. Первый способ обмана – когда монета сделана из идентичного металла. Подделывают, как правило, редкие монеты, цена которых значительно превышает стоимость веса металла. Медные делают из меди, а вот серебряные подделки встречаются редко, а золотые, платиновые – еще реже. Специалист в любом случае определит подделку, поэтому обычно в этом способе обмана мошенники акцентируют внимание жертвы на идентичности металла, а не на качествах монеты. Обман рассчитан на грамотных обывателей, умеющих экспресс методами идентифицировать золото и серебро. Второй способ мошенничества – когда продают монеты, выполненные из дешевых металлов с цветами покрытия, идентичными оригинальным монетам. Этот способ обмана стал самым популярным и чаще всего продают подделки серебряных монет. Так как для обывателя все, что имеет серый металлический блеск – это серебро. Даже краску из алюминиевой пудры в народе называют серебрянка, хотя правильно было бы – алюминька. Специалист без труда определит подделку даже по фотографии. В этом способе обмана мошенники, как правило, делают вид, что не разбираются в монетах и нумерматике совсем и акцентируют внимание жертвы на внешних сходствах изображения, высокой цене и своей крайней ограниченности во времени. Обывателю искать отличия монеты в изображениях на экране смартфона абсолютно бессмысленно. Они будут вам казаться идентичными, так как по замыслу мошенников расчет делается на то, что вы будете искать изображение в интернете, чтобы сличить его с той монетой, которую вам предлагают приобрести, и увидите цену. А дальше сработает жадность, появятся мысли об избранности, при включении этих функций здравый разум отключается. Мозг уже занят в этот момент почетом моржи, а руки тянутся к деньгам для того, чтобы стать побыстрее обладателем неожиданно свалившегося богатства. Возникает вопрос, неужели сложно в современных условиях изготовить подделку, которую не сможет отличить эксперт? Можно, но это настолько дорого, что даже высокая цена аукционной продажи не перекроет расходы на изготовление. В производственных условиях для чеканки монет необходимы прессы высокого давления. В России такое оборудование установлено только на нескольких государственных предприятиях. Не все страны имеют оборудование для изготовления монет, поэтому Российская Федерация чеканит монеты и для других стран. Деньги – это один из пунктов нашего экспорта. А первые монеты для Советской России в начале 20 века чеканили в Англии. Королевским монетным двором в Лондоне было изготовлено 40 миллионов штук полтинников для Советской России. Монеты подделывали во все времена. В Допетровской России монеты использовали татаро-монгольские. Это были бесформенные куски расплющенной серебряной проволоки с прочеканенным рисунком. По этой примитивной технологии появились первые копейки. Из-за своеобразной формы, ну, мезматы монеты того периода называют чешуя. Подделывать такие монеты технологически было довольно просто. Для имитации серебра использовали дешевое олово с сурьмой. Кроме подделок, в то время была распространена практика отрезать от монет кусочки серебра. Весы были не у всех, а по форме было невозможно определить подлинность такой монеты. Их называли обрезанные или обкусанные. Петр I называл российские монеты своих предшественников в шаме. Его денежная реформа стала самой длинной в истории России и самым большим количеством названий монет. А самое главное, монеты стали производить ровной круглой формы и у них появилась защита от подделки в виде гурта. А кроме того, высокий борт гурта защищал выпуклый рисунок монеты от истирания и делал ее более долговечной, что приводило к значительной экономии государственных средств на перевыпуск изношенных монет. С 19 века выполнять подделки монет идентичные оригинальным без производственных технологий стало невозможно. Для того, чтобы научиться быстро отличать поддельные монеты от настоящих, достаточно иметь хорошую лупу и понимать технологию производства монет. При изготовлении многотонный пресс выдавливает на монете рисунок, оставляя характерные следы производства. Угол между полем монеты и любой выступающий от поля части рисунка может быть только 90 градусов. Поле монеты внутри букв всегда гладкое и блестящее, несмотря на общие потертости монеты. Буквы, цифры и узоры гурта имеют ровные рубленные края и плоское дно. Эти признаки присущи только монетам производственного изготовления и остаются на монетах даже после жесткой очистки. Подделки изготавливают в основном методами высокоточного литья, поэтому характерные следы следующие. Патина в местах дефектов производства, внутри мелких деталей, для того, чтобы подчеркнуть зализанные при литье контуры изображения. Патина не затрагивает царапины и потертости. Это говорит о том, что монету состаривали после покрытия патиной. При рассмотрении через лупу на подделках заметна неоднородность поверхности. Очень часто фальшивку легко выдают потертости, на которых резко отличаются от оригинального цвет металла. На многих копиях серебряных монет заметны желтые залысины в местах потертостей. Это проявляется латунь, с которой стерлось покрытие, имитирующее серебро. Итог. При осмотре монет обращайте особое внимание на следы производства. При их отсутствии следует воздержаться от приобретения сомнительного экземпляра. Покупайте антикварные предметы, те, в которых разбираетесь, либо с гарантией подлинности. Погружение в антикварный ареал начинается с покупки первого предмета, который и становится символическим входным билетом в параллельный мир знаний, позволяющих инвестировать в ценные древности и извлекать из этого прибыль. Ключевое слово в этой длинной фразе – знания. Где их получать? На выставках антиквариата. Именно там собираются профессионалы и любители, увлеченные историей, искусством и инвестициями в вечные ценности. Приглашаю вас 14 и 15 мая посетить традиционный весенний маркет «Антиквариат и винтаж» в арт-центре «Бронзовая лошадь», где специалисты делятся с любителями своими знаниями и опытом в процессе общения, а представленные в одном пространстве антикварные ценности привлекают коллекционеров и инвесторов. Кроме того, каждый посетитель, совершивший покупку, становится участником лотереи с антикварными призами. А на канале «Антикварный ареал» будет прямой эфир во время маркета, и каждый зритель, совершивший покупку онлайн, тоже получает лотерейный билет и участвует в розыгрыше антикварных призов. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok